Затянувшаяся бархатная революция. Почему в Ереване протестующие не ушли после выполнения их главного требования? Всё, что нажито непосильными тарифами. Какие сверхприбыли получил Нафтогаз Украины? Сколько миллионов пустил себе на премии? И почему глава компании засекретил свою декларацию? Говорите громче, вас прослушивают. Кого могут интересовать ваши разговоры? И как понять, что вас спасут? Дважды брошенные. Почему государство отворачивается от выпускников интернатов и выставляет одиноких подростков на улицу? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. И начнем с нашумевшей на весь мир армянской революции. Она затягивается. Вроде бы уже и победу успели отпраздновать. Правивший Арменией долгие годы Серд Шарсян ушел в отставку. Но власть у его партии революционеры так и не смогли забрать. Сегодня опять сорвались переговоры между лидером протестующих и де-факто главным человеком в стране, исполняющим обязанности премьера. Почему в Армении до сих пор не смогли поделить власть? И не закончится ли это все большой кровью? Выясняла Анна Ильиных. Не видишь, что народ не любит тебя? Это надо лицо иметь. Лицо иметь, что народ не любит тебя. Уходи. Эти слова женщина на центральной улице Еревана адресовала только одному человеку. Тоже ему кричали еще сотни тысяч людей на площади республики. Сарксян, уходи. Главный лозунг протестующих. Это спровоцировало многочисленные стычки с силовиками. И аресты за время демонстрации было задержано почти 300 человек. Ереван лихорадит от протестов уже больше недели. Все потому, что парламент одобрил кандидатуру бывшего президента Сержа Сарксяна на пост премьер-министра. За все время протестов Сарксян так и не решился выйти к митингующим. Но их требования в итоге удовлетворил. На днях на правительственном сайте появилось сообщение. Его ключевой посыл – я ухожу. Я ошибся. Нынешняя ситуация имеет несколько решений. Но я не пойду ни по одному из этих путей. Это не мое. Я оставляю свой пост лидера страны, премьер-министра Армении. Казалось бы, цель народа на площади достигнута. Но тысячи людей продолжают митинговать. Это Никол Пашинян, организатор акции и главный оппозиционер. Именно его протестующие видят в роли нового премьера. Но кроме него митингующие хотят видеть и обновленный парламент. Сейчас мы протестуем против республиканской партии, которая пытается удержать власть. Провластная республиканская партия, собственно, как и сам бывший лидер Армении, Серж Саргсян, также потеряла доверие у народа. И мы будем делать все, чтобы из парламента ушла республиканская партия Армении. Пока на площади республики в Ереване продолжаются протесты. Назначен временный глава правительства. Карен Карапетян пытается перенести конфликт с улиц в высокие кабинеты. Я очень надеюсь на логическое решение политических партий, которые в рамках Конституции и закона сядут за один стол и обсудят все. Если они решат, что необходимы выборы и при этом оговорят сроки, которые позволят все для этого подготовить, мы организуем голосование. Но все же договариваться оппозиционерам и власти придется под громкий аккомпанемент площади. И переговоры могут быть сложными. Ведь депутатская провластная коалиция в парламенте развалилась. А люди обещают стоять, пока не выполнят их главные требования. Он желает свободы, но и он должен победить. И мы будем бороться до конца. Евросоюз, США и Россия сдержанно наблюдают за ситуацией в Армении. Даже не выражают своей традиционной обеспокоенности. Пока призывают все стороны к диалогу. Анна Ильиных, подробности недели, телеканал Интер. Немецкий день в Вашингтоне. Если французского президента в американской столице во вторник встречали почти празднично, то с приездом Ангелы Меркель сегодня настроение до Трампа изменилось. Ноль радостей и много работы. Именно с канцлером Германии Трамп должен решить, какими будут отношения США с континентальной Европой. За переговорами наблюдает Дмитрий Анопченко. Он только-только попрощался с одним союзником, дорогим гостем из Франции, как должен распахнуть двери Белого дома для еще одной визитерши. Прилетевшие рейсом из Берлина, но в американской прессе уже шутят, все напоминают ситуацию с бедной родственницей, с Золушкой, собравшейся на бал. Ведь Макрона встречали с салютом из 21-го залпа. Для него организовали государственный обед, вечер в опере, частный визит в дом Джорджа Вашингтона. На публике оба лидера настолько открыто демонстрировали расположение друг к другу, что уже шутки пошли. Что на этом балу ждет Меркель? Рабочий ланч – это совместная пресс-конференция. Только и всего. Все помнят, первая встреча Меркель с новым хозяином овального кабинета была абсолютно провальной. Даже перед прессой собеседники не пожали друг другу руки. На лицах разочарования друг к другу, никакой эмпатии. Вот и сейчас все гадают, не превратится ли карета в тыкву, когда придет пора сегодня предстать перед журналистами. У переговоров, которые продолжаются в эти минуты здесь, в Белом доме, есть и видимая, и скрытая часть. Верхушка айсберга – это официальные темы переговоров, которые были заявлены накануне, урегулирование вокруг Сирии, КНДР, на Донбассе и новые санкции против России, и участие, либо неучастие в них Германии. Однако всем известно, Дональд Трамп никогда не придерживается официальной повестки дня. Он всегда идет, что называется, по приборам. И поэтому и журналисты, и эксперты сейчас в недоумении, о чем на самом деле, говорят два лидера. Времени у них немного. Изначально визит Меркель должен был продлиться несколько дней, но его урезали до одних суток. На личную встречу всего-то полчаса. На обед с участием делегации – час тридцать. Команда Белого дома готовила для президента материалы по двум темам. Увеличение странами ЕС, той же Германии военных расходов, чтобы США перестали тащить на себе финансирование НАТО. И судьба Северного потока-2 – газопровода, от будущего которого так серьезно зависит экономика Украины. Но ни на один, ни на другой шаг Германия по разговорам пока не готова. Экономика растет. И тратить на оборону обещанные 2% ВВП Берлин не хотел бы. С газопроводом тоже непростой выбор между экономикой и политикой. Вот немцам и остается рассчитывать, что сам Трамп, в отличие от Конгресса и Госдепа, особо настаивать на этом не станет. Отделается ритуальными фразами. И что фрау-канцлер удастся другими уступками. К примеру, покупкой американского оружия урегулировать торговый конфликт с Соединенными Штатами. А другого шанса может и не быть. Уже 1 мая могут заработать пошлины на товары из ЕС. Двумя неделями позже наступит дедлайн для принятия решения по иранской сделке. Накопившихся вопросов так много. А двух более непохожих и по характеру, и по темпераменту людей среди политиков еще поискать нужно. И поэтому остается только ждать результатов. Благо, ждать недолго. Уже через час Дональд Трамп и Ангела Меркель должны выйти к прессе. И журналисты делают ставки. Что будет написано в этот раз на их лицах? Разочарование или удовлетворенность переговорами? Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Похоже, для чиновников МВФ уже стала традицией каждую неделю напоминать Украине об обязательствах по меморандуму о сотрудничестве с фондом. Создать антикоррупционный суд, не завышать социальные расходы и увеличить цену на газ. Вот и накануне Дэвид Липтон, первый замглавы фонда, еще раз заявил, что без повышения тарифов на газ Украине нового транша не видать. Мол, субсидии снимут остроту этой проблемы для малоимущих, а все остальные украинцы должны оплачивать полную стоимость топлива. Цитирую слова чиновника МВФ. В газе нет ничего особенного, чтобы позволило оплачивать его потребление не таким же образом, как любой другой товар. И вроде бы это правда, но все равно ощущение такое, что кто-то кого-то пытается обмануть. Посудите сами. Нафтогаз уже догоняет по прибыли Газпром. За минувший год прибыль украинского монополиста увеличилась почти на 50% по сравнению с 2016 годом и достигла почти 40 миллиардов гривен. У Газпрома, похожие показатели, около полутора миллиардов долларов. Но российские монополисты хоть газ добывают, чтобы потом его продать, а нафтогаз же в основном добывают только деньги из наших карманов за перепроданный газ. Почему в МВФ не хотят учитывать вот этот простой факт? Обсудим буквально через несколько минут. А сейчас короткое напоминание, как нафтогаз превращается в главную сокровищницу страны. Рекордные прибыли, миллионные зарплаты и премии. Все за счет украинцев. Пока в нафтогазе отчитываются о рекордных доходах, люди готовятся к новым платежам. Ведь с июня газовый монополист хочет считать стоимость голубого топлива для населения по-новому. Чтобы весь газ, который люди используют сверх лимита, подорожал более чем на 60%. Сейчас тысяча кубов стоит 6900 гривен, а летом может вырасти до 10-11 тысяч. При этом нормы потребления, в которые большинство украинцев и так не укладываются, хотят уменьшить. А значит подорожание коснется миллионов потребителей. При том, что пользуемся мы вовсе не импортным, а нашим добытым в Украине газом. По оценкам экспертов, он должен стоить не более 3,5 тысяч гривен за тысячу кубов. А никак не 7 и тем более не 11 тысяч. И пока правительство эту инициативу Нафтогаза не одобрило. Хотя и теперешние завышенные тарифы обеспечивают работникам НАК безбедную жизнь. Деньги идут на миллионные зарплаты и премии руководителям монополиста. В прошлом году глава Нафтогаза Андрей Коболев насчитал себе и топ-менеджером компании премии на сумму 200 миллионов гривен. При том, что сам он и так получает зарплату 2 миллиона гривен в месяц. К слову, свои доходы Коболев от украинцев решил скрыть. Его декларацию за 17-й год в компании засекретили. Однако, если не журналистам, то правоохранителям ее явно вскоре раскрыть придется. Еще в позапрошлом году генпрокуратура возбудила против топ-менеджмента Нафтогаза уголовное дело за служебную халатность, из-за которой бюджет потерял миллиарды гривен. Вот интересно, сколько еще миллиардов не хватает Нафтогазу для полного счастья? И зачем повышать цену на газ, если и так большинство семей в Украине получают субсидии? Обсудим с нашими гостями Валентин Землянский, эксперт в области энергетики, и Тарас Загородний, политолог. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Валентин, давайте начнем с вас. Вот как вы можете прокомментировать вот такие заоблачные фантастические показатели прибыли Нафтогаза? В чем тут фокус? Ну, фокуса два. Во-первых, это деньги, которые заработал Укртрансгаз за транзит российского газа. Объем был достаточно большой в прошлом году. 93 миллиарда было прокачано по украинской территории. Соответственно, это порядка трех миллиардов. Хотя, по факту, Укртрансгаз показал убытки. По прошлому году 24 миллиарда. Вот уже в новостях это появилось. И второй момент, это трифы. То есть это те деньги, которые были сняты с нас с вами, как потребителей. Плюс это субсидии. То есть те деньги, которые из бюджета в такой скрытой форме, по сути дела, датировали Нафтогаз Украины, чтобы он мог показать вот такую прибыль. Касательно требования Международного валютного фонда, вот тут становится интересно. МВФ требовал, чтобы стабилизировать бюджет НАКО. Судя по показателям финансовым, он стабилизирован даже с лихвой. Более чем стабилизирован, по-моему. То есть и зарплаты стабилизированы, и премии стабилизированы. Что еще стабилизировано? Кстати, о премиях, которые, как вы говорите, стабилизированы. По вашей оценке, нынешнее руководство Нафтогаза, оно заслуживает на вот те многомиллионные выплаты, которые само себе щедро и выплачивают? У нас за проигрыш в Стокгольме выплатили премию, поэтому как бы награждение невиновных и наказание непричастных тут работает по полной программе. Но я хочу вам сказать, что по опыту европейских, и даже не европейских, давайте возьмем Газпром. Председатель совета директоров Газпрома получает всего-то навсего 500 тысяч долларов в год. Господин Коболев получает почти 100 тысяч в месяц. Мальчишка подумал только что, господин Коболев. Да, ну то есть что такое Газпром по сравнению с... Ну при условии, я уже говорил зрителям, Газпром-то хотя бы этот газ добывает, а потом продает, а мы просто перепродаем. Так он продает его в Европейском Союзе, а не только своим потребителям. Он половину из этого газа, что он добывает в России, он продает его в Европейский Союз и продает совершенно по другим ценам, чем он продает внутри страны. А у нас же, по сути дела, все с точностью да наоборот. Тарас, многие наблюдатели говорят, что нынешнее руководство Нафтогаза ведет себя как не руководство монополиста государственного, а как руководство частной компании. Ну такого свечного себе заводика, знаете, завели и руководят им как могут. Как вы считаете, согласны ли вы с этим, и как вы считаете, как это может отразиться на оценке избирателям действующей власти, всей? Ну это плохо отразится. Конечно же, Нафтогаз забывает, что все-таки государственная компания должна действовать в государственных интересах. А если вы действуете как частная компания, то, извините, вы уже ходить должны на допрос за злоупотреблением монопольным положением. Кстати, криминальная ответственность за это. Нафтогаз категорически не хочет разделяться, хотя это, кстати, одно из требований третьего энергопакета. Фактически еще настаивает на то, что он хочет еще разрастаться, теперь давайте нам еще облгазы отдавайте. То есть это фактически классический монополист, который не просто монополист, а злоупотребляет монопольным положением. Конечно же, это отразится на рейтингах власти, и они это уже начинают прекрасно чувствовать. Почему? Потому что дальнейшее повышение тарифов вызовет просто волну возмущения у людей, потому что люди уже не понимают реально, куда уже деваются деньги на зарплаты наших уважаемых топ-менеджерам нафтогаза. И поэтому и всячески стараются это отстранить. Понятно, что есть требования, в первую очередь, политических партий, которые разбираются тоже в газовых вопросах, понимая, что все это надумано, требуют снижения. В том числе, особенно учитывая то, что нас оказывают еще 2,5 миллиарда долларов от Газпрома, ну если получат. Тут я полностью согласен с позицией оппозиционного блока и лидера Юрия Бойко в том, что необходимо снижать за счет этих денег тарифы на газ срочно населению, потому что это грабительство, когда вы занимаетесь в бедной стране, устанавливаете европейские якобы тарифы, которые реально не обоснованы ничем. Еще смешнее выглядают в действительности позиции наших уважаемых международного валютного фонда. Они уже с логикой совсем не дрожат. Сначала они требуют от нас, чтобы мы не поднимали минимальную зарплату. Якобы это отразится на дефиците бюджета. И в следующем же заявлении требуют поднять цены на газ, которые сразу же увеличат дефицит бюджета, потому что нужно будет дольше давать субсидит. Повышение цены на газ, повышать или не повышать, это вопрос у нас скорее в нашей стране не экономический, как того требует, возможно, Международный валютный фонд. А все-таки политически, особенно в свете начавшейся предвыборной кампании, все-таки устоят наши политики или нет, как вы думаете, будет это повышение или нет? Если нет, то как это отразится на взаимосотрудничестве с фондом? Ну, знаете, я в этой ситуации, я бы уже как бы давно забыл о сотрудничестве с МВФ. Почему? Потому что те требования, которые они нам выдвигают, они убивают нашу экономику. И такие дешевые, так называемые, кредиты, они имеют косвенный удар по экономике значительно больше. Лучше уже снизить цены на газ, давно это можно сделать, учитывая то, что только официальная рентабельность Укргаз по добыванию 250%. Вдумайтесь в эту цифру, это при том, что 70-100% рентабельности с головой бы хватило для выполнения всех инвестиционных программ, которые они нам так громко обещают, которые никак не могут исполнить. И этого дало бы толчок экономике. А когда есть экономика, которая работает, нам никакие кредиты не нужны, и мы можем только поприветствовать главу МВФ или ихнюю миссию тут попоечаем и вернуть обратно в Вашингтон для того, чтобы... Ваша мысль, ясно. Валентина, давайте поговорим о газе собственной добычи в Украине. Вот насколько разумно, что ли, уравнивать его в цене с газом импортным? Особенно, если учесть, какой процент населения грандиозный у нас уже получает субсидии. Это разумно только в экономической теории. То есть либеральная экономическая теория, да, предполагает, если у Вас ресурс не полностью обеспечивает Ваши потребности, есть импорт, то весь ресурс должен считаться по цене импорта. Это одно из... Нам это подают, собственно, как догму. Это не догма, это одна из теорий. Потому что есть и другая теория, когда, например, Румыния, там, где газ стоит 175 долларов для населения финально, а не 275, как это происходит для украинских потребителей, потому что в Румынии есть собственная добыча. И они покрывают частично собственным газом. Мы могли делать то же самое, я вам больше скажу. Добывая 15,5, 15,4 в прошлом году, добыла Укргаздобыча, при потреблении населением 11, у нас еще остается газ для теплокоммунэнерго. Потому что в Нафтогазе говорят, нет-нет-нет, теплокоммунэнерго это тоже газ для населения, ничего подобного. Теплокоммунэнерго это отдельный бизнес. Население потребляет 11 миллиардов. Есть 100% украинского газа для того, чтобы покрыть потребление населения. Степлокоммунэнерго давайте разбираться там отдельно. В общем-то да, и можно было бы тогда, наверное, снизить тарифы эти драконовские. По поводу субсидий. Вы о них начали говорить в начале нашего разговора, о том, что они направленно идут в Нафтогаз. Не разумнее ли было бы эти субсидии пустить все-таки в карманы украинцев, отдать им на руки? Разумнее было бы вообще уйти от субсидий. Я абсолютно согласен с Тарасом в данном случае. Вот у вас в преддверии сюжет шел, где речь шла о том, что 3,5 тысячи гривен. 3,5 тысячи гривен абсолютно адекватно, подъемно. Это при том, то есть нас же пугали чем? Что не хватит денег на развитие собственной добычи. Не хватит денег на транзит газа, на работу нафтогаза. Хватит. С лихвой хватит, если это будет 3,5 тысячи гривен. Понятно. Понятно. Спасибо. Валентин Землянский и Тарас Загородний отвечали на мои вопросы. Спасибо вам за участие в программе. Вы смотрите подробности недели. И вот о каких темах поговорим с вами далее. Реформа. Где же ты? Почему украинские медики продолжают выживать на мизерные зарплаты, а правительство кормит их только обещаниями? Говорите громче. Вас прослушивают. Кого могут интересовать ваши разговоры? И как понять, что вас спасут? Раскулачивание возвращается? В стране процветает аграрное рейдерство. Может ли государство остановить атаки на фермеров? Дважды брошенные. Почему государство отворачивается от выпускников интернатов и выставляет одиноких подростков на улицу? День торжества Сергея Бочковского. Сегодня бывший глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям попытался выйти на работу. Пока безуспешно, но надежду он явно не теряет. Вообще по самому Бочковскому видно, вот теперь-то он очень доволен происходящим. Охотно общается с журналистами и заявляет, что обвинение против него развалилось. Накануне суд отменил решение об увольнении Бочковского. Эта эпопея вообще уже тянется больше трех лет. С марта 2015-го, когда Бочковского и его заместителя задержали прямо на заседании Кабмина. Тогда обвинения были очень громкие. В МВД до сих пор утверждают, что Бочковский находится в статусе обвиняемого. Одна из статей получения взятки. И уверены, у него нет морального права вернуться на госслужбу. Решение судей о восстановлении Бочковского на работе уже обжаловали. Интересы государства в этом деле будет представлять Министерство юстиции. Чем закончится процесс, чиновники пока не прогнозируют. Если государство проиграет, придется вернуть Бочковскому даже зарплату за время, так сказать, вынужденного прогула. Ну, а сам он заявляет, что уже дописывает книгу о своих злоключениях. Наявность прав, это еще ничего не означает. Решение суду о предложении относится Сергея Александровича. Оно защищает его и поновлюет его трудовые права. Он должен выходить на работу, он должен быть обеспечен своей работой, он должен получать заработную плату с сегодняшнего дня и компенсацию за те дни, которые он вимушен, не был допущен к работе. В первую очередь, это защитие трудовых прав. Он имеет право приступить к работе. И тут уже с урахованием решений Кабмину, с урахованием общения с Чачоткиным, с урахованием ситуации ДСНС, Директор НАБУ Артем Сытник отчитался о результатах работы бюро за три года. Его оценка? НАБУ есть за что похвалить. Обвинения уже составлены против 200 человек, более 160 подозреваются в совершении преступлений. Вот только финальных судебных решений практически нет. Почему, напомним в нашем материале. Зрелищные задержания, громкие обвинения. Национальному антикоррупционному бюро три года. Директор НАБУ Артем Сытник конвертирует время в деньги. По его подсчетам, детективам удалось сохранить в государственной казне 2 миллиарда гривен. Борцы с коррупцией и с закупками в Минобороны разобрались и с незаконным земельным дереваном в Киевской области. Больше статистики на официальном сайте ведомства. Антикоррупционная математика – это и почти полтысячи дел в работе. Полторы сотни подозрений, сотня производств в суде и около двух десятков приговоров. Вот только по резонансным делам пока судебных решений нет. Насиров, Розенблат с Поляковым, судья Буран и Труханов. Год назад страна завороженно следила за мытарствами Романа Насирова под клетчатым одеялом. Он уже успел стать мемом. Инфаркт миокарда. Но не стал ни оправданным, ни осужденным. Пока Насиров сидит под домашним арестом. Самое громкое дело прошлого лета Янтарное. Его фигуранты хоть уже и без неприкосновенности, но с мандатами. Борислав Розенблат и Максим Поляков. Люди уже почти свободные. С них и электронные браслеты сняли. А Розенблата на этой неделе даже потерпевшим от действий НАБУ признали. И так почти по каждому делу. Их разваливают, рассыпают и затягивают. Словом, применяют весь арсенал украинской эфемиды. В Национальном бюро уверены, пока не будет изменений судебной системы. И приговоров тоже не будет. Ну а пока очередное громкое обвинение от НАБУ с далеко идущими последствиями. На взятки в Киеве задержан сотрудник СБУ Александр Карамушка. Хотел получить почти 50 тысяч долларов. Сегодня ему официально предъявили подозрение. И выбрали меру пресечения. Два месяца ареста с альтернативой залога 1,2 млн грн. Сытник утверждает, что СБУшник брал по 3 тысячи долларов с иностранцев, которые незаконно получали вид на жительство в Украине. Схема стара как мир. Через фиктивный брак. Бюро даже опубликовало фрагменты оперативного видео, которое должно доказать вину обвиняемого. Это расследование продолжает большую спецоперацию НАБУ по выявлению коррупции в миграционной службе. СМИ обычно подавали эту историю только через фигуру Дины Пимаховой, экзамглавы службы. Но вообще в ней могут быть замешаны должностные лица и других ведомств. Департамент К не имеет желания бороться и против действиями миграции. А наоборот, много всего этого влияет. И те разговоры, которые мы зафиксировали, в этих разговорах очень часто вспоминают самые высшие руководители этого департамента. Поэтому для меня сейчас эта ответственность очевидна. И уже сегодня вместе с сотрудниками СБУ детективы бюро пришли с обысками. Еще в один из судов столицы. Следственные действия проводились в кабинетах сразу двух судей и заместителя главы аппарата суда. Причина взятка в 10 тысяч долларов за принятие нужного решения по судебному делу. Ну а чего ждать от четвертого года НАБУ? И как отреагируют политики на возрастающую активность в бюро? Поговорим об этом прямо сейчас. Политический эксперт Вадим Карасев сегодня у нас в гостях и ответит на все интересующие нас вопросы. Правда, Вадим? Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как вы оцениваете три года работы НАБУ? Вы таких результатов ждали или хотелось чего-то большего все-таки? Ну, меньше, чем хотелось бы, так, но больше, чем могли. Вот я бы такую формулу использовал, потому что, конечно же, ожидания были очень высокие, но результаты достаточно противоречивые, если не сказать небольшие. Но на это были причины, так, были причины политические, были причины технические, институциональные. Но если говорить о технических причинах, НАБУ хотела прослушку, не получила, Верховная Рада не дала, так. Хотя это не оправдывает, не совсем успешные результаты работы НАБУ. Институциональная причина состоит в том, что всегда есть следствие, обвинение и суд. Так вот, следствие есть НАБУ, обвинение, это специализированная антикоррупционная прокуратура, есть, а антикоррупционного суда нет. Хотя тоже проблема не в антикоррупционном суде. А в чем же все-таки главная проблема? Сам Сытник говорит, что главная проблема как раз в несовершенстве нашей судебной системы. Мы всегда ищем и универсальные отмычки. Вот будет НАБУ, все, борьба с коррупцией тут начнется полным ходом, большим фронтом, и будут сразу результаты. Теперь так, НАБУ есть, САП есть, антикоррупционного суда нет, теперь вот создадим антикоррупционный суд и заживем. И все, борьба с коррупцией тут будет идти полным ходом. Есть политическая причина, я считаю, что она главная. Но, во-первых, не все ладно в этом треугольнике ГПУ, САП и НАБУ. Каждый тут пытается быть первым, так сказать, главным в борьбе за контроль над борьбой с коррупцией. Так, и пытается каждый из них снять свои медийные и политические эффекты. Особенно этим злоупотребляла генпрокуратура, генпрокурор, который является политиком, опытным, харизматичным и так далее. Так далее, вот этот конфликт между специализированной прокуратурой и НАБУ, тоже он есть, и он дальше, так сказать, не закончится, он дальше будет продолжаться. Но главное, все-таки, тут больше политика, нежели борьба с коррупцией. Политика и в НАБУ, политика и в Генеральной прокуратуре, и политика со всех сторон идет. Потому что изначально вот эти антикоррупционные инструменты задумывались не только, а может быть и не столько, для того, чтобы побороть коррупцию, а сколько прочистить правящий класс. Вычистить неугодных под видом или под предлогом борьбы с коррупцией, оставить тех, кто нужен. И понятно, что правящий класс будет сопротивляться этому. И мы видели на кейсах, на примерах многих дел, начиная относировать, заканчивая Розенблатом, Поляковым и другими, как правящий класс, понимая вот эту интригу, понимая игру, которую затевает НАБУ или затеяло НАБУ и их кураторы, пытались любыми способами противодействовать, блокировать, саботировать работу НАБУ. Начиная отказывать прослушки и заканчивая другими. Но я правильно тогда понимаю, если разовью вашу мысль, что вот создание вот этой вот параллельной структуры органов, да, правоохранительных, это НАБУ, САП, фискальная полиция, о которой сейчас все много говорят, антикоррупционный суд, возможно, да, не приведет к желаемому результату? Ну пока нет. Я думаю, что, во-первых, борьба с коррупцией это сложная вещь, так, это экономическая тоже проблема, так, социальная проблема. Нужно и в обществе формировать нетерпимость к этому, разрывать круговую поруку. А во-вторых, когда борьба с коррупцией используется в качестве политического инструмента, давление на оппонентов, причем со своего же окружения, там, из власти, когда вот эти антикоррупционные органы, особенно там, генеральная прокуратура, используются для того, чтобы наказывать неугодных и оставлять тех, кто угоден, по принципу политической лояльности, в такую борьбу с коррупцией верить не будут. Поэтому НАБУ, так, как раз меньше всего занималась политика, но они оказались заложниками вот этой политизации борьбы с коррупцией, которая идет со всех органов. Смотрите, вот, Государственное бюро расследования, ну, необходимый орган, как его блокируют, сколько его оттягивают, так сказать, до сих пор неукомплектованный штат, выходит директор Габу и жалуется, что ему не дают возможности работы, что неукомплектованный штат. То же самое, какие-то нотки извинения и жалобы, жалобы, так, какой-то, были у Ситника, когда, ну, вот, отчет о трех годах. Я уже не говорю проблему с Холодницким, там очень такая мутная история, непонятно, кто правда виноват. И она будет дальше продолжаться. Тем более мы входим в избирательную кампанию, в избирательный цикл. И, конечно же, будет большой соблазн использовать любую правоохранительную структуру для того, чтобы наказать, там, выбить конкурентов, бонусы, да, бонусы в свою сторону и так далее. Так что вот эти все сегодняшние события, там, в округе СБУ и так далее. Вот как бы со скрипом это все не создавалось, вот вы привели пример к Госбюро расследований, но все равно, Запад-то ведь давит, создавать эти органы нужно, да, нам, хотя бы для даже и финансовой помощи со стороны Запада. Тот же пример антикоррупционного суда. Вы верите, что к концу этого года, ну, не заработает он уже, вряд ли он заработает. Ну, создан он хотя бы будет или нет? Ну, нет, провести решение через парламент о создании антикоррупционного суда можно будет, но сделать так, чтобы он заработал только в 2019 году. Понимаете, нет гарантий, что вот эта система, НАБУ, специализированная антикоррупционная прокуратура, а антикоррупционный суд будут неполитизированы, работать в неполитическом стиле, а будут просто заточены на борьбу с коррупцией. Вот нет, особенно в условиях избирательной кампании. Поэтому страхуются, политический класс, надо его понять. Вот не только говорить, что все плохие, а вот западники, которые говорят... Понять-то можно, Вадим, прощать не хочется после такого, понимаете? Это, наверное, совершенно верно. Я просто объясняю, почему будет сопротивление. Потому что нет уверенности в том, что вот эта антикоррупционная система, она будет работать, невзирая на политический ранг и политический статус. Эксперт, будете говорить, ветеревато, я скажу просто и по-народному, потому что у кормушки задержаться хочется подольше, а в тюрьму не хочется. Спасибо, политический эксперт Вадим Карасев отвечал на мои вопросы. Почти шпионский скандал разгорелся в Закарпатье. В кабинетах местных чиновников обнаружены жучки. Глава областной администрации Геннадий Маскаль обвиняет в провокациях правоохранителей из столицы и требует разобраться. Якобы прослушку устанавливали незаконно. Но вот такие скандалы, это только верхушка айсберга. Прослушка в Украине давно превратилась в популярный бизнес. И в одну из самых удобных схем наработки компромата. Почему прослушать могут кого угодно, выясняла Елена Зорина. Глаза и уши повсюду. Количество людей, которые прослушиваются, увеличилось в разы. Телефоны, рабочие кабинеты, слушают бизнес-конкуренты, преступники и правоохранители. В поле зрения депутаты, бизнесмены, чиновники, адвокаты. Это адвокатская беседа. А мне кажется, что это не имеет отношения к делу. Я же не знаю. И даже главные борцы с коррупцией. Дбаю за рыбок. Это единственный, кто точно не коррумпован. История последних недель. Прослушка главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Жучок в кормушке для рыб. И разглашенные аквариумные пленки. Как раз фигура Холодницкого, она сделана как некий показательный такой. Прием, знаете, чтобы все, кто сегодня, где бы они ни сидели, они могут вот за своим аквариумом обнаружить что-то. Киевский апелляционный суд. По информации юристов, один из лидеров по выдаче разрешений на прослушку. Но официально здесь о цифрах, как и о том, кого разрешают слушать, теперь не распространяются. Наш запрос, как и многих других коллег, оставили без ответа. Последние публичные цифры 2016 год. Они показывают количество тех, кого слушают. За пять лет увеличилось в четыре раза. Поле зрения свыше 100 тысяч человек. Только в столичных судах тогда было выдано более 30 тысяч разрешений. А это на 7 тысяч больше, чем в 2009 по всей стране. И это официальные цифры. А вот скольких слушают незаконно. История двухлетней давности. Адвокат Виталий Наум уверяет, его разговоры с клиентом прослушивали почти полгода. А это запрещено законом. Тайные протоколы чуть не отправили его подзащитного в СИЗО. Слушать незаконно или полузаконно схем достаточно много, рассказывает адвокат Игорь Черезов. Одно из самых популярных, когда твой номер просто вписывают в ходатайство прослушки в рамках дела, к которому ты не имеешь никакого отношения. Есть такой даже термин – пристегивают номер к другому уголовному делу. Человек подозревается в совершении какого-либо преступления. Достаточно программой замены номера позвонить ему с номера, якобы номера телефона человека, который интересен для прослушки. И даже, условно, честный судья скажет, да, действительно, эти люди между собой общаются. Адвокат говорит, безопаснее пользоваться не телефонной сетью, а мессенджерами. Но и тут есть подъемы. Синхронизируя телефон, например, с компьютером, в резервной копии сохраняются все мессенджеры. Поэтому, когда при обыске изымается компьютер, то на компьютере сохраняется резервная копия. Эксперты-безопасники уверяют, все под колпаком скрыться от слежки или прослушки с современным оборудованием невозможно. Если вами занялось государство, то по телефону, не по телефону, информацию снимок, стекла на окнах, какие-то устойчивые металлические детали, они все акустически собираются, резонируют эти волны, они могут быть технически сняты. Но все же выход есть. Спрятаться от любопытных глаз и ушей можно. Но для этого нужно не бояться темных и сырых помещений. Один из вариантов спуститься в бункер или вот в такой подвал. Здесь, видите, даже телефонной связи нет. Впрочем, нет и страховки, что ваш собеседник не принесет жучок с собой. Есть и другой вариант, как себя обезопасить, но стоит он несколько тысяч евро. Сейчас я включу эту систему, и наш разговор станет непонятным и неразборщим для всех остальных людей, кроме нас с вами. А вот что на самом деле слышим мы в наушниках. Мы можем с вами поговорить о чём угодно. То есть коллеги сейчас не слышат? Да, коллеги сейчас, Паш, не слышат и не понимают суть нашего разговора. В этой компании специализируются на защите информации. Говорят, современное оборудование позволяет найти практически всё. Жучки... Вот, мы обнаружили нашу точку доступа в Wi-Fi. Здесь где-то близко что-то есть. Это наш мобильный телефон. И даже хорошо замаскированные камеры. Такого помещения достаточно пяти минут. Вот мы видим скрытую видеокамеру. Это на самом деле муляж. С такими просьбами, говорит Роман, украинцы обращаются довольно часто. Это практически все слои населения. Начиная от крупных политиков, государственных деятелей, бизнесменов. Также обычных сотрудников и даже пенсионеров. Правда, удовольствие это не из дешёвых. Цена стартует от нескольких сотен евро. Но безопасность гарантируют только здесь и сейчас. Ведь те, кто подкладывает прослушку, изворотливо. И могут сделать это снова. Оставленный Bluetooth гарнитура, мобильный телефон или используемая точка доступа Wi-Fi. Это может быть подвесной потолок. Это могут быть резетки, выключатели, плинтуса, распределительные коробки. С телефоном сложнее. Его могут прослушивать и он может сам передавать звук на расстояние. Телефон находится в режиме положенной трубки, внешне, визуально. Но он может передавать разговоры из комнаты, находясь вблизи своего хозяина. Необычно быстрый разряд мобильного телефона. То это может быть признаком использования вашего телефона для передачи информации. Отдаю эксперту для проверки свой мобильный. В качестве вынесенного микрофона он не используется. Никто не качает информацию с вашего мобильного телефона. А вот понять, прослушивается он или нет, практически невозможно. Ни треска, ни ухудшение связи современное оборудование не дает. Поэтому специалисты советуют, если не хотите попасть на пленки, чаще общайтесь лично. И разговоры ведите аккуратно. Кто знает, если их подслушают, как их используют и когда. Елена Зорина, Марьяна Бурякова и Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Весна пришла и оживились рейдеры. Если послушать чиновников, то можно решить, что это уже просто часть украинской природы. Вот фермеры начинают пассивную и сразу же появляются сообщения, что рейдеры активизировались. Именно так проблему описывает министр юстиции Украины Павел Петренко. В итоге Кабмин возобновил работу антирейдерских штабов в регионах. В прошлом году с их помощью власти пытались контролировать ситуацию. Но, если честно, получалось плохо. Десятки агропредприятий и тысячи гектаров земли преступники все-таки смогли захватить. Фермеры даже вынуждены объединяться в отряды самообороны, чтобы остановить беззаконие. Тему продолжит Инна Томина. Битва за урожай. В нынешних украинских реалиях советский лозунг звучит совсем по-новому. За урожай и землю бьют, стреляют и даже убивают. Рейдерские атаки на агропредприятия происходят по всей стране, особенно в сезон. Агробизнес довольно-таки прибыльный. И поэтому в нем возможны ситуации борьбы. А все, что прибыльно, по старой нашей бизнес-традиции можно отжать. Только в этом месяце полиция задержала 50 рейдеров. Они пытались захватить предприятия в Черкасской области. По информации полиции, работали за 500 гривен в день. Без кровопролития не обошлось в одном из хозяйств Кировоградской области. Эта история началась год назад. Тогда владельцы агропредприятия неизвестные вытолкали из кабинета и выставили свою охрану. На помощь фермерам пришли ветераны АТО и односельчане. Слушай, это бащики мы, земля наша. Ситуация набирала обороты. Рейдеры даже стрельбу под крышей тетушек открывали. Нам с первого дня говорили, что только правовыми методами это все решать. Но на превеликий жаль правовыми методами, чтобы мы делали так, как нам казалось руководство, и селевые структуры, и наша администрация, то до сих пор бы в жертвах предприятия не было. А так люди, бащи, загрутовались, пришли и рейдеры выняли. И люди работают, и свое право отстают. В деле того рейдерского захвата следствие до сих пор не представило ни результатов, ни обвиняемых. Но почему-то к самому владельцу нашлись вопросы. Написали скаргу, что вроде неправильно распоявали майно 10 лет назад. И теперь, бащи вызывали, мне объявили другую подозру. Первую подозру за 10-летнюю давление, что 10 лет назад, что вроде бы я у кого-то там подробил документы и забрал землю. А пока идут суды, новый урожай под угрозой. Счета предприятия заблокированы, да и зерно под арестом. Зарплату платить не можем людям. Ну, с паевиками рассчитывались, дякую фермерам, что надо помыли коштом и зерном помыли. Этот аграрный скандал прогремел на всю страну. После такого резонанса фермеры почти каждый месяц выходят на акции протеста в разных регионах. А пока их не услышали, аграрии решили создать свою собственную самооборону. Впрочем, подключилось и государство. В регионах заработали антирейдерские комиссии. Правда, чем конкретно они могут помочь фермеру, когда у него отожмут урожай или собственность, пока неясно. В нашей практике больше половины этих регистрационных действий, которые проводят антирейдерские комиссии, комиссии про право властности, они в дальнейшем вызнаются недействительными в судах. По мнению экспертов, чтобы защитить агробизнес, нужно урегулировать земельный кодекс. Ведь в большинстве случаев проблемные вопросы касаются аренды земельных участков. Когда один урожай посадил, а вот собрал другой. Там, как правило, это связано с тем, что у нас же там нет властности. У нас есть лишь арендные отношения. И тут как раз появляется возможность вызнавать одни угоды о аренде недействительными. Тут появляется еще несколько арендаторов и одного и то же майна. Есть люди, которые получили себе собственность землю. Есть в этом селе или в этой местности лицо, которое эту землю обрабатывает. И раз в год привозят им там три мешка, не знаю, продукции какой-то, пшеницы. Или дают деньги за пользование этой землей. Вместе с тем, на следующий день к ним приходит другой лицо и говорит, я тебе буду давать пять мешков пшеницы. Давай со мной лучше заключать договор этот аренды. И человек в силу отсутствия юридического образования или просто исходя из уровня своей жизни на эти условия соглашается. Только за прошлый год произошло более двух тысяч таких битв за урожай. Юристы уверяют, главная причина лазейки в законах и тотальная безнаказанность. Если право власти не будет захищено, и причем не будет захищено через механизм очень жесткой криминальной ответственности за это, за факт порушения этого, то в этом случае мы будем иметь очередную подобную историю с захоплением. А пока, чтобы хоть как-то уберечь себя от рейдерства, аграриям стоит упорядочить документы оборот на предприятии и установить в хозяйстве видеонаблюдение. Да и помощь хороших юристов не помешает. Инна Томина, Елена Брынзе и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер. По позиции называют недостаточной активность Кабмина по борьбе с рейдерством. Политики обещают заставить правоохранителей расследовать каждый случай захвата предприятий. На самом деле Кабмин может все угодно объявлять, но вся страна знает, что если две тысячи рейдерских захватов только за прошлый год прошло в стране, то это значит две вещи. Либо само Министерство юстиции крышует, говоря бытовым языком, эти захваты, либо правоохранительные органы бездействуют и тоже кое-где являются крышей этих незаконных действий. Поэтому люди устали, люди сами организовывают уже отряды самообороны, поскольку не верят в способность государства их защитить. Мы направляли, если память не изменяет, больше десяти депутатских запросов по явным случаям кражи имущества у людей среди бела дня с сопровождением вооруженных отрядов безопознительных знаков. И это, к сожалению, закончилось не с тем. Государство не защищает сегодня этих людей. Мы считаем, что это неправильно. Государство должно их защищать. И мы будем привлекать все меры для того, чтобы заставить правоохранительные органы реагировать на эти события. На зарплаты медработникам средств в этом году опять может не хватить. Придется ли врачам протестовать, чтобы получить свои деньги? И как долго еще государство будет держать медработников на нищенском зарплатном пайке? Обсудим в следующей части нашей программы. Реформа. Где же ты? Почему украинские медики продолжают выживать на мизерные зарплаты, а правительство кормит их только обещаниями? Дважды брошенные. Почему государство отворачивается от выпускников интернатов и выставляет одиноких подростков на улицу? Каким катастрофам могут привести хакерские атаки и распространение вирусов? Объятья севера и юга. Историческая встреча лидеров двух Корей. Как Западу удалось вынудить Ким Чен Ына дружить с соседями? Вы смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Уже постоянная категория протестующих в нашей стране – это медработники. Часто им приходится буквально выбивать у властей даже свои зарплаты. Причем скромные зарплаты. Под всеукраинский пиар-медреформы врачи вынуждены искать любые способы, чтобы просто выжить. Продолжит тему Евгения Коваленко. Бесконечное испытание на преданность профессии. Остаются только энтузиасты. Но насколько хватит их терпения? Уже сейчас в Украине катастрофический дефицит врачей. Ежегодно тысячи либо уходят из профессии, либо уезжают на работу за границу, где их труд ценят больше. А значит, кто не уезжает за границу, вынужден подрабатывать в свободное от врачебной практики время. К тому же заработанное на стороне врачи вынуждены тратить на основной работе. Это один из самых старых кабинетов. Ремонт здесь не делают десятилетиями, денег нет. Поэтому врачи, несмотря на мизерные зарплаты, ремонтируют рабочие места за свой же счет. Ведь лечить в таких условиях невозможно. Это был кабинет школьных медсестер, где кроме четырех столов ничего не было. Мы сами сделали ремонт, сами побелили, пофарбовали, сами купили двери за свои деньги. Это центр первичной медико-санитарной помощи в Малине. В прошлом году здесь была одна из самых больших задолженностей по зарплатам врачей. Даже эти ничтожные суммы людям не платили по несколько месяцев. Но в декабре медикам все же отдали старые долги. И врачи боятся, что скоро могут появиться новые. Экономить – это значит или закрывать медзаведение, или увольнять врачей, которых и так не хватает. У нас есть вакансии, которые не заполняются годами. Нина 25 лет проработала педиатром. Ее зарплата – 3735 гривен. Женщина одна воспитывает двух детей. Говорит, денег не хватает даже на еду. Есть дополнительная работа. Сейчас я работаю в детском саду. Раньше я брала аптеки в ночах. Это очень важно. Больше я была там, но я не видела своей семьи. Но в Минздраве обещают, что уже через два месяца все изменится. Зарплата врачей будет зависеть от количества и возраста их пациентов. Основной тариф – 370 гривен в год. Это плата за пациента от 18 до 39 лет. 740 гривен будут начислять за пациентов старше 65. А самым дорогим будет лечение маленьких детей – 1480 гривен. Ведь именно малыши и пенсионеры больше всего нуждаются во времени и внимании врача. По самому скромному подсчету, если врач будет обслуживать тысячу пациентов среднего возраста, в год сможет получить 370 тысяч гривен. Это больше 30 тысяч гривен в месяц. Но чем больше пациентов, тем больше денег. Вот только не вся сумма пойдет врачу в карман. Распределять финансы должен главврач. Да и больницы приведут на самообеспечение. Платить за коммуналку и медоборудование будут за свой счет. А с материально-технической базой и сейчас беда. Мы как ликовали, как начали, за помощью фонендоскопа, за помощью вымиривания артериального тиска кушетки. И еще дали нам неврологический молочок для устеживания нервничных хворих. Больше у нас на сегодняшний день практически ничего не поменялось. Только на этой неделе в центр закупили новые компьютеры. Но когда их подключат к интернету, неизвестно. Денег на это не осталось. А вот эта лестница ведет в Каменско-Днепровскую районную больницу. Ее можно узнать по огромным трещинам на стенах, старым окнам и полуразваленной крыше. Бинты, марля, скальпель, спирт, йод, перчатки. Все покупают у нас люди за свои деньги. За 36 лет, которые здесь, два раза дали марлю. Иногда пациентов просто нечем оперировать. Тяжело больных нужно везти на обследование в другой город. Старое оборудование очень часто ломается. У нас, допустим, сколько там, полгода не работал рентгенаппарат. Как мы без рентгенаппарата, без стационарного, можем, допустим, ставить диагноз больным? Вот это кабинет рентгенотделения. Техника изношена. Врачи сами удивляются, как она работает до сих пор. МОЗ рентген, 86-й год. Техника капитально должна ремонтироваться по ГОСТам всем или 7,5 лет или списываться. Сами помещения вы видите. По возможности, своими силами мы пытаемся делать ремонты, мы пытаемся поддерживать технику в рабочем состоянии. Но делать это постоянно за свой счет невозможно. Более того, в этом месяце не всем сотрудникам больницы выплатили зарплаты. За май платить нечем. Денег нет. И мы дежурили, хирурги, круглосуточно это самое. Вот сейчас за дежурство нам не заплатили. Заплатить ли? Вопрос. Если деньги не выделят, врачи перестанут ходить на работу. А это значит, что несколько районов останется без медпомощи. Это кардинальные меры. Но другого выхода у медиков нет. Ведь большинство из них и так живет за счет доходов от домашнего хозяйства. Вот такие у нас дороги. Дождь, снег, кучугури снегу, стропу. Вот такая дорога у нас страшна. Каждый день 8 километров по горам и бездорожью. Это ее дорога на работу. Иванна работает медсестрой в родзале Верховинской больницы. Без выходных. Она одна на все отделение. И за это женщина получает меньше трех тысяч гривен. Да и те, говорит, постоянно задерживают. Делят зарплату на три раза. По 600-700 гривен дают. Может, через месяц. Вот последний раз дали перексию в Великодне. И мы еще зарплату не получали в данный момент. Ее муж тоже работает в больнице. На двоих получает около шести тысяч гривен. Соответственно, зарплату он тоже не получил. А в семье пятеро детей. Чтобы прокормить семью, они работают круглосуточно. После основной работы в больнице. Сразу на другую работу. Домашнюю. Обойти. Треба. Сдоить. Треба. Сына дать. И, звичайно, город. Треба город обработать его. Чтобы тоже что-то иметь. Бо купить неможливо за эти копьяки, что нам дают просто на работе. И пока наши врачи выживают на мизерные зарплаты, в соседних странах даже трудоустройство для них упрощать готовы. К примеру, в Польше хотят отменить подтверждение диплома для украинских медиков. Евгения Коваленко, Жанна Дучак, Сергей Бордюжа, Ирина Диченко и Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Что должны сделать политики, чтобы предотвратить зарплатный кризис в медицине? И не получится ли, как в прошлом году, когда медработники протестовали по всей стране, выбивая из чиновников долги по зарплате? Эти вопросы мы задали Ирине Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Найближчим часом мают формуватись зміни до державного бюджета Украины. Тож, я другий рік вимагаю підняття медичних тарифних разрядів і обов'язково дофінансування медичної субвенції на фонд оплати праці для другого рівня, третього рівня медичної допомоги. В минулому році недофінансування було 4 млрд грн за рік. В цьому році так само кількість коштів державного бюджету не збільшена на те, щоб не допустити заборгованості. Поки що заборгованості немає, але ми говоримо про стану на квітень місяць. В той же час я постійно одержую звернення від мерів міст, від обоздравів про катастрофічну ситуацію недофінансування. І проблема з відсутністю заробітних плат медичних працівників може бути в другій половині 2018 року. Завішені ціни на лікарства. Вот ще одна проблема української медицини. Як мінімум, трить наших граждан відкладують ліку і візити до врачів з-за дороговизни препаратов. Люди не можуть купити навіть найбільше необхідне. Рішення цієї проблеми давно назріло. Ліки в основному вже імпортні. Ціни прив'язані до курсу гривні долара. Гривня опускається, ціни на ліки ростуть. Внаслідок цього стають недоступними для більшості українських громадян. Скасування ПДВ на ліки, державне регулювання цін на ліки, на продукти першої необхідності, обмеження рентабельності. Не може бути рентабельність 300% річних. Ну 20-30%, але ж не 300% заробляти за рахунок людей, за рахунок їхнього здоров'я, тому що вони не мають можливості полікуватися. Оці кроки, обмеження рентабельності на ліки, на продукти першої необхідності, скасування ПДВ і розширення перліку ліків, які безплатно надаються громадянам, дасть можливість збільшити можливість для людей лікуватися, купувати ліки. Із дітського дому прямиком на вулицю. Такий путь тисячам українських сирот готовить наше государство. Фактично, дітей бросають дважды. Сначала вони залишаються без родительської заботи, ну а потім ще чиновники стараються сэкономити даже на дітях. Чому так відбувається, розбиралася любов'я кукла. В Україні 70 тисяч дітей-сирот. У кожного своя судьба і одна біда – дітдом. Але ця цифра з кожним роком менше не через те, що у нас сирідство зменшується в Україні, а через те, що зменшується кількість дитячого населення. Дітей менше, але проблем у них все більше. Сначала вижити в дітдоме, а затем не погибнути на вулиці. На превеликий жаль ситуація в Україні така, що наразі житло дітям-сиротам в масштабах країни України майже не надається вже багато років поспіль. Під дітей, які виросли в дітдоме, доволі тіпічний. У кого житло залишилось в наслідство, або є родственники, готові приютити, ті – счастливчики. Але мінімум половина, а це десятки тисяч дітей, оказываються без крыши над головою. Хоча по закону, сразу після совершеннолетія, государство, як опікун, об'язано обеспечити їх всіх житло. Мають поставити на квартирний облік і в 18 років надати житло. Якщо одразу неможливо дитині надати квартиру, то упродовж місяця, після закінчення перебування дитини в інтернаті, чи в прийомній сім'ї, чи в дитячому будинку сімейного типу, чи під опікою, упродовж місяця їй зобов'язані надати соціальне житло. Причому це соціальне житло абсолютно не є підставою для зняття дитини з квартирного обліку. Іванковський район, Київська область. Здесь знаходиться на учеті 77 дітей-сирот. Тем не мені, на все про все в цьому районі тільки один – вот этот дом з однією соціальній квартирою. Ее купили нескільки місяців назад по субвенції, которую предоставило правительство. Добрый день. Ты Люба. Артур. Артур Сичинський – перший постоялець этого сучжилья. Артуру 18. Його мама умерла, коли мальчику було 6 років. Папу лишили родительських прав із-за п'янства. Дом згорел, тому опікуном стала теті. Ну, мені сказала тетка, що коли виповняється тебе 18 років, шукай себе живе, де ти будеш жити. Я не знайшов його, і мені приходило жити друзі. Просився, ночував у них. Тебе просто виставилося. Чотири місяця Артур скітался по друзьям. Зарабував як мог. Катастроїка, ХСТО. Тепер же судслужби дали йому времений приют. Да, тут бедно, скромно, но чисто. Старенький телевізор, комп'ютер, чайник і газовая плита. Тут я маюся, стираю свої речі. Все в речі? Да. Поки що ще немає машини стираю. Под батареями, кастрюлям труби протекають. Кровать, правда, більше напоминає койку в детдому. Даже подушка так сложена. Це моя спальня. Тут я сплю, відпочиваю після роботи, дивлюся телевізор. Із їды – самі прості продукти. Це я готовий суп гроховий. Тут картопля. Вкусно ли це? Ну, да. Сейчас Артур трудиться на двох роботах – офіціантом і настройки. Хочет купить мобільний, якого у нього до сих пор немає. Із развлечений – футбол і гитара. Із планов – учеба. Мечтають поступити в інститут. Місті соцробітники жалуються. На весь район одній квартири – це катастрофічно мало. Але що робити – не знають. В кінці минулого року, в грудні місяці, ми оформили її. І потім вже Артур отримав… Так, він перший у нас з усього району. У нас нічого не будується. Ну, якщо у Артура хоч бедно, але для жизни пригодно, то в Днепрі дітям-сиротам дали жилье в наказание. Станислав Бугайчук – круглый сирота. Ще 5 років назад його поставили в очередь на соціальне жилье. Дождался только сейчас 13 квадратних метров в общежитии. Не благоустроена комната, то есть проводка горит, полы надо менять, стены в плесенях, то есть, вот видите, даже здесь дверь, тут малаха ее нету, все. На ремонт денег у парня нет. Станислав студент, и его доход – это 2000 гривень стипендии. Нужна затрата минимально даже, 150-200 тысяч для того, чтобы благоустроить эту комнату. То, что пишется в законе, и то, что делается сейчас, – это издевательство над детьми-сиротами. Суджилье в прошлом году получил и роман «Он тоже сирота». К тому же имеет первую группу инвалидности. Но чиновники этого не учли. Дали комнату на пятом этаже. 16 квадратов с ободранными стенами, грибком и дырами в полу. У меня сустав входит, выходит, он трется. И когда он трется, вот эти все боли, спазмы, мне, вот сейчас мы можем наблюдать то, что у меня ноги трусятся. Это идет, уже начинается приступ. И когда я начинаю об этом всем говорить, у меня слезы наворачиваются. Потому что просто не хочу жить в таких условиях. Но других условий нет и вряд ли появятся в ближайшее время. Государства по возможности устраивают сирот в учебные заведения, училища, техникумы, реже в университеты. Тем самым на время решая жилищную проблему. Дети живут в общежитиях до выпуска, а дальше оказываются на улице, без жилья, хоть и с профессией. И часто сироты проигрывают борьбу за крышу над головой. Хотя и получают казенный угол вместе с бесплатными нарами и тюремной баландой. Существует статистика, которая говорит о том, что около 40% выпускников интернатов, которым не обеспечены их права, в том числе и в обеспечении жильем, находятся в местах лишения свободы. И если в больших городах еще хоть как-то устраивают сирот, пусть и в плохие условия, то в маленьких поселках вообще катастрофа. Нового жилья там не строят, и денег нет, и закон не позволяет. Ведь если раньше на строительство домов под соцжилье можно было использовать деньги спонсоров и инвесторов, то сейчас это запрещено. Место Киев в свой час полностью аннулировало чергу на детей-сири, детей-позбавлених батьківского опеклування. Через то, что когда администрация выділяла земельную ділянку под строительство житлового будинка, то с инвестором укладывался договор, например, что часть квартир этого будинка передается для местной влады, для детей-сири, детей-позбавлених батьківского опеклування. Теперь за цим законом це заборонено. На детей-сирот в этом году государством выделено 570 млн грн. Но уже известно, что потратят на соцжилье только половину этой суммы. Остальное на детские дома, которые тоже нуждаются в больших деньгах. Любовь кукла Елена Миндалюк, Сергей Келимник, Оксана Алексеева и Степан Маслов. Подробности недели. Телеканал Интер. Власть под ударом. Хакеры атаковали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Якобы зашифровали всю информацию и грозились ее уничтожить в течение нескольких часов, если чиновники не заплатят выкуп. Требовали десятую часть биткоина. Это примерно 900 американских долларов. Впрочем, работу ресурса удалось восстановить и, похоже, без выкупа. Сайт Министерства сейчас доступен. Вот этот небольшой эпизод напомнил об очень серьезной проблеме – киберугрозах. Звучит до сих пор непривычно для слуха обычных украинцев, но хакерские атаки и распространение вирусов могут привести к катастрофе. Злоумышленники способны спровоцировать сбой в работе электростанций, аэропортов или банков. Не застрахованы от атак даже современные машины, напичканные электроникой. И наша страна уже была жертвой такой атаки. Вспомните, прошлым летом вирус Петя фактически остановил Украину. Научилось ли государство защищаться от кибератак? Разберемся сегодня. Ну а начнем с короткого напоминания. Как хакеры наносят удары по государствам? Виртуальные угрозы с вполне реальными последствиями сейчас. Чтобы парализовать страну, достаточно запустить вирус в сеть. Хакеры переводят миллионы долларов на свои счета, останавливают работу учреждений и компании. Почти все державы становились жертвами киберпреступников. Но самая крупная атака случилась летом 2017-го. Тогда на миллионах компьютеров по всему миру появились красные буквы. С требованием заплатить 300 долларов за разблокировку системы. Но больнее всего Петя А. ударил по Украине. Сотни компаний остановили работу. Компьютеры Укрэнерго, Борисполя, Укрзалезницы и Чернобыльской АЭС отключились. Официальные сайты госучреждений легли. А в аэропортах десятки задержанных рейсов и погасшее информационное табло. В магазинах не работали терминалы. Банкоматы отказывались выдавать деньги. Ведь под ударом были десятки банков. В ручной режим перешли и телеканалы. Некоторые компании даже платили виртуальному вымогателю деньги. Но это не помогло. Ключ для дешифровки они так и не получили. Убытки от ПТА были колоссальными. Это миллиарды долларов. Ведь под ударом оказались не только Украина, а больше 60 стран по всему миру. Расследование кибератаки длится до сих пор. Но в начале этого года сначала британский МИД, а затем и Белый дом заявили. Петь УАЗа пустила Россия. По хакерам в Украине хотят ударить уголовным кодексом. Кабмин предложил законопроект, который предполагает суровые наказания за киберпреступления. Например, за хакерскую атаку могут дать до 8 лет тюрьмы. За передачу третьим лицам информации о программном обеспечении объектов вроде атомных станций могут отправить за решетку на срок до 7 лет. За распространение вирусов штраф до 4 миллионов гривен и лишение свободы до 6 лет. Помогут ли вот такие меры защититься от хакеров? И научилось ли государство предотвращать масштабные атаки с помощью вирусов? Обсудим с одним из лучших украинских экспертов в сфере IT Александром Ольшанским. Он сейчас на связи со студией. Подробности о неделе. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что нашли время. Смотрите, политики хотят ужесточить наказание за кибератаки. По вашей оценке, у нашего государства вообще есть ресурс, чтобы расследовать и доводить до приговора такие преступления? Наши тюрьмы могут и вправду заполниться хакерами? Ну, смотрите, конечно же, намного важнее не, собственно, срок заключения, а, так сказать, неотвратимость наказания. Поэтому, там, будет это 6 лет, или это будет 8 лет, или это будет, там, даже 2 или 3 года, это не так важно. Важна, конечно же, неотвратимость наказания и ресурсы, как вы говорите, для расследования. В принципе, надо сказать, что за последние пару лет киберполиция и соответствующие подразделения СБУ, они, ну, сильно окрепли. То есть, многому научились, там, в принципе, работают, ну, грамотные люди, особенно киберполиция, вот, ну, вы знаете, там был конкурс, и там такие довольно высокие зарплаты сейчас платят. Вот, поэтому, ну, в общем, в принципе, есть такая возможность. Другой вопрос, что, ну, понимаете, это же очень распространенное явление, то есть, и не хватает просто сил, потому что они, в основном, конечно, сосредоточены на защите каких-то действительно важных ресурсов. И вот это вот то, что там сайт упал или что-то такое, это, конечно, никакого отношения к безопасности большой не имеет. Ну, упал сайт и упал, там, ну, его поднимут, в конце концов, из резервной копии данные зальют заново, даже если его зашифровали. Гораздо опаснее, конечно, атаки вирусные на сети, на, собственно, инфраструктуру. И, ну, мне кажется, что после вируса, Петя, было сделано довольно много работы, но, понимаете, такая бесконечная война, то есть невозможно сесть и сказать, мы все сделали, у нас все хорошо, значит, мы ко всему готовы. Ну, кстати, вы о вирусе, Петя, раз вы вспомнили, следующий вопрос. Вот если вы оцениваете нынешнюю государственную политику как улучшившуюся, да, по отношению к кибербезопасности, то все-таки вот масштабные атаки, как в прошлом году вот с вирусом Петей, они могут повториться или уже нет? Вы знаете, вот недавно совершенно я столкнулся, там у нас Министерство здравоохранения проводит реформу и там вот сделали эту систему e-health. Вот она сделана, на мой взгляд, концептуально очень правильно с точки зрения безопасности. Система, которая была сделана, скажем, вот в налоговой инспекции, через которую распространялся вирус Петя, да, он распространялся через вот эту систему регистрации налоговых накладных, она концептуально более устаревшая и она концептуально сделана менее безопасна. То есть основная идея заключается в том, что нельзя создавать одного монопольного поставщика услуг. Потому что когда у вас один монопольный поставщик услуг, какой бы он защищенный не был, рано или поздно его взломают. Ну вот, если посмотреть, скажем, на Минздрав, то там уже, хотя там только началась эта вся деятельность, там уже, по-моему, 8 компаний подключились к этому всему. И, ну, там так система устроена, что может быть очень много поставщиков услуг. То есть министерство предоставляет открытые, как бы, интерфейсы, открытые каналы взаимодействия и компании уже подключаются и строят свои системы. Поэтому мне кажется, что какой-то урок выучен и, в общем-то, ну, мы как-то движемся вперед. Ну, будем надеяться, что движемся мы вперед все-таки быстрее, чем черепашьими темпами и что ответственные у нас чиновники за кибербезопасность все-таки прислушиваются к советам таких специалистов, как вы. Спасибо за ответы. Александр Ольшанский, один из ведущих украинских экспертов в сфере IT, отвечал на мои вопросы. Кстати, премьер-министр Владимир Гройсман на этой неделе встречался с руководителями ведущих IT-компаний Украины. Валютное поступление от этого сектора украинской экономики, индустрии металлургии в Кабмине обещают стимулировать развитие отрасли. Те, что IT в Украине растет, это очень позитивный сигнал с точки зрения нашей возможности до конкурентности глобальной в мире. Те, что за последний год вы растете на 20% и на этот год есть план такого же растения не меньше, это очень позитивный сигнал. Но я понимаю, что есть ряд вопросов, которые мы должны решить вместе, начиная от, возможно, дальнейшего шляха по дерегуляции. Украинская политика мигрировала в Страсбург. Пока в пленарных заседаниях Верховной Рады перерыв, депутаты продолжают работать, но в парламентской ассамблее Совета Европы. Темы там уже вполне привычные, как для Украины. Коррупция, агрессия и реформы. Не обошлось и без громкого скандала. Все подробности знает Ирина Иванова. Коррупционный отчет, который сделала весеннюю сессию ПАСЕ. Почти 200 страниц с описаниями фактов неэтичного поведения членов ассамблеи, бывших и нынешних. Подозрения о коррупции относительно некоторых депутатов возникли еще в 2012-м. ПАСЕ потребовалось 6 лет, чтобы вынести эту проблему на рассмотрение. Над докладом работала специальная внешняя комиссия из трех бывших судей Европейского суда по правам человека. Чаще всего в докладе фигурирует Азербайджан. Якобы представители этой страны с помощью загранпоездок и дорогих подарков влияли на решение ассамблеи. Но в комиссии признают, коррупционные проблемы в ПАСЕ не ограничены одной страной. Мы жестко осуждаем практику, которая бросает тень на доверие к этой ассамблее. Поэтому сочли необходимым принять смелые решения и провести тщательное и независимое внешнее расследование. Фамилии пяти фигурантов, которые до сих пор работают в ПАСЕ, уже названы. Среди них два скандально известных политика. Экс-президент ассамблеи Педро Агромунт, летавший в Сирию на самолете Минобороны России. И Жорди Шукла, бывший докладчик по украинскому вопросу, который был в компании Агромунта в Дамаске. Еще один фигурант скандала. Президент группы Европейской народной партии Чезар Флорин-Преда сам ушел из должности из-за упоминания в докладе. Против всех подозреваемых в ПАСЕ готовят санкции. Первый заместитель главы украинской делегации Юлия Левочкина была избрана в комитет по правилам и процедурам, которые и должны решить, против кого применять санкции. Во-первых, будет представлен доклад о коррупции, уже комитетский. Во-вторых, мы будем разбирать внутри комитета каждого персоналю индивидуально, каждого члена ассамблеи индивидуально и принимать решение, какие санкции по отношению к ним принимать или не применять. И последнее, что должен сделать комитет, это разработать такие правила и процедуры, чтобы мы могли проверять конфликт интересов и предотвратить подобные нарушения в будущем. В четверг в ПАСЕ прошли срочные дебаты по коррупционному делу. Любая попытка опорочить мою страну – это настоящая коррупция, потому что эта страна пришла в эту организацию ради ценностей. И если вы ищете коррупцию, посмотрите еще и на другие страны, и на тех, кто сидит в этой ассамблее. Много критики звучало в адрес самого доклада. Слишком однобоким он вышел. В сей ассамблее депутаты защищали честь представителя Австрии Стефана Шенаха. Каким-то странным образом мое имя появилось в этом докладе. И начался кошмар. Понятно, что ошибки также могут случаться. Но нужно было уделить больше времени для подготовки доклада. Господин Шенах – один из лучших правозащитников ПАСЕ. Но следственная группа сочла, что в своей работе по освобождению политзаключенных он не был нейтральным. Но что такое нейтральность и как ее измерить? Все это еще предстоит уточнить. Если вы спрашиваете, это ли конец истории, то, боюсь, это только начало. Мы продолжим свою работу и не только на основе опубликованного отчета о коррупции. Из-за коррупционных разборок депутатам было не до Украины. Вопрос выборов президента России в Крыму так и не вынесли на рассмотрение. Впрочем, Украину все-таки упомянули в нескольких дебатах. Например, в обсуждении гибридной войны и проблем переселенцев. Таких в Европе всего 4 миллиона. Более третий из них – украинцы. Мы имеем наибольшую цифру внутренне перемещенных людей. После Другой святой войны на сегодня миллион семьсот тысяч граждан Украины зарегистрированы как внутренне перемещенные osoby. Еще один важный вопрос, над которым в ассамблее ломают голову не первый год – что делать с Россией в Совете Европы? Четыре года делегация РФ бойкотирует заседание и больше года не платит взносы в организацию. Российскую делегацию лишили права голоса после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. С тех пор бюджет Совета Европы недополучает около 10% взносов. На этой неделе Дворец Европы в Страсбурге стал площадкой для продвижения еще одного важного для Украины вопроса – дорожную карту децентрализации власти с европейскими экспертами обсуждала украинская делегация. План действий для Украины, который подписан Ради Европы на 2018-2021 год, в части демократического управления, в том числе и проведения реформы децентрализации, он дает возможность четко показать, каким образом будет движется реформа децентрализации, как будет взаимодействие происходить между центральными органами выполняющей влады и местным заведением. В стенах Совета Европы участникам встреч удалось очертить маршрутную карту децентрализации и договориться проводить такие встречи в будущем. Сегодня в Киеве состоялись торжества по случаю столетия пограничной службы Украины и очередного выпуска офицеров Национальной академии государственной пограничной службы. Прошел парад военнослужащих пограничников. В нашей стране учрежден и новый праздник. Теперь день пограничника будут отмечать 30 апреля. Я принял решение про измену даты отзначения профессионального свята прикордонникам. Підписал указ про установление Дня прикордонника 30 квітня на честь сторіччя нашей прикордонной службы. Цей свято має нарешті стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історична історична сподкоємниця Української народної республіки та гетьманської держави. Впервые почти за 70 лет хозяин Северной Кореи ступил на землю Южной. Ким Чин Ын встретился с президентом Южной Кореи. Это предварительная встреча в рамках подготовки к переговорам с Дональдом Трампом. Удалось ли хоть о чем-то договориться? И действительно ли Ким готов отказаться от ядерного оружия? Об этом в следующей части нашей программы после рекламы. Подробности недели снова в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Сотни самоубийств на этой неделе заговорили о глобальной проблеме – массовых суицидах в армии. В военной прокуратуре признали, минимум полтысячи солдат совершили самоубийство. Только в этом году еженедельно фиксируют по два суицида среди военных. И все потому, что у нас нет полноценной программы помощи бойцам. Насколько остро стоит эта проблема на передовой, убедился и наш военный корреспондент Игорь Левенок. Поселок Зайцево – передовой рубеж украинских военных. Боевые действия здесь не прекращаются ни на день. Напряженная обстановка, сводки о погибших и раненых свидетельствуют. Это один из самых опасных участков фронта. Смерть боевых товарищей, жизнь в окопах и постоянно натянутые нервы – это обстановка на передовой. Алексею 21, но парень уже успел побывать на волоске от смерти. Артиллерийский снаряд разорвался от него в 10 метрах. Пережить стресс, контролировать страх и оставаться в строю. С этой задачей Алексей справился на отлично. Хотя бойцы говорят, выдержать подобное и не сломаться не каждому под силу. В расположение армейцев на нулевые позиции в Зайцево идет девушка. В боевой амуниции с автоматом старший лейтенант Лилия Яворская – военный психолог. В минуты затишья на передовой ее сразу же окружают бойцы. Анекдоты, разговоры о вкусной еде и даже о звездах шоу-биза. На лицах солдат появляются улыбки. Мысли о войне и ее проблемах отступают. На фронте Лилия уже два года. За это время повидала многое. Есть опыт работы с бойцами группы Риска. Одна из таких новички, которые тяжело переносят стресс после первых обстрелов. Психолог не скрывает, на фронте бывают и случаи суицида, но утверждает, причиной самоубийств чаще становятся проблемы семейные, а не война. На подгрунте семейных проблем войсколослужбовец может много беды наработать. Может быть в группе Риска, как суицидник, а может быть просто замкнуться в себе, не хотеть ни с кем общаться. Лилия убеждена, армии необходимы специалисты психологической службы. И не только на фронте. С их помощью количество самоубийств среди бойцов можно сократить более чем наполовину. То есть должен быть человек или психолог, который работает где-то за межами АТО, который сопровождает семью войскового и объясняет дружине, детям, что вот в тебе человек находится в АТО. В него изменится все. В него изменится поведение, его ставление, его взгляды, виды. Он вернется домой с совсем другой человеком, чем была до войны. А вот менее уязвимы к военным тяготам солдаты, которые вернулись на службу после ранения. В феврале вражеский снайпер прострелил ногу Виталию. После двух месяцев реабилитации парень снова в строю. Все хлопцы тут находятся, а я чему буду в частности судить? Вот самое интересное, что с такими бойцами не доводится работать именно психологу. Потому что они повертаются, они хорошо понимают, где они повертаются. Часто психологические проблемы у военных появляются при адаптации к мирной жизни. Даже во время отпуска военный психолог Лилия признается, даже она сама испытывает такие трудности. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности недели. Телеканал Интер. Почему это так важно? Не только потому, что украинская армия нарешті отримает высокоточную оружие, которая значительно подвищает эффективность действий подразделов Збройных сил Украины. Это важно и потому, что ракета Вильха зібрана полностью на украинских комплектующих. Нам никто не может перешкодить, выработать эту высокоточную оружие. Я могу наголосить на том, что я поставил завдание, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году. Еще одна особенность характеризует производство, словом, вперше. Вперше за такой короткий термин было налагоджено производство новой высокоточной оружии. Украинская диаспора просит правительства Канады пригласить Петра Порошенко на саммит лидеров Большой Семерки, который должен пройти летом на территории этой страны. Президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод утверждает, что Канада, как председательствующая страна, имеет право делать такие приглашения. Тем более, что на саммите министров иностранных дел стран Семерки на этой неделе побывал Павел Климкин. Украина впервые получила приглашение участвовать в работе Семерки на уровне глав МИД. Итак, чего ждать от саммита лидеров Семерки летом? И что можно назвать главным результатом для Украины встречи министров иностранных дел Семерки на этой неделе? Обсудим с самим Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, господин министр. Спасибо, что пришли. Скажите, реально получить приглашение для президента Украины для участия в саммите Семерки? Это зависит от порядка дняного саммита. Это будет назначаться всеми. Важливо, конечно, что Украину в первый раз запросили. И было очень приятно находиться с министрами. Было такое ощущение, что мы на годину, но тем не менее, заменили Россию. И Христя Фрилан очень хорошо это сделала. Она свидетельствует, только наш заход сделала в такой домашней атмосфере. Потом министры не хотели идти. А вы спросили про результаты. Вот на самом деле, не забывайте, мы начали, как подвищать для России цену оккупации Крыма и Донбасса. Говорили про то, что то, что делает Россия на нашей территории, потом обязательно, после вы пробуждения, так бы говорится, используется для всего демократического света. Поэтому, реально, Украина это и есть первая в этой российской агрессии. И агрессия против нас, это агрессия против всего демократического света. И говорили про то, как мы будем работать дальше, поскольку Россия дальше будет увеличивать эти пробки дестабилизации. Ну и, конечно, погодили, как мы все видим, формат миротворческой операции. Раньше мы погодили это в нормандском формате. Я, по-моему, рассказывал в следующий раз с полученными Штатами. Сейчас у меня был шанс просто поделиться своим видом с всеми министрами. В том числе мы поговорили окремо и с французским министром, и, конечно, с немецким, который в следующем месяце приедет к нам. И будем тогда выяснять, каким образом мы сможем прийти к нормандской встрече. И чей у нас реальный результат. Вот, кстати, о нормандском формате. Половина стран-участниц нормандского формата на этой неделе побывала в США. Ангела Меркель, до этого Макрон. Как вы думаете, с Трампом об Украине они говорили? Ну, канцлер еще говорит. Как вы знаете, это ее визит продолжается. Макрон говорил. И говорили вообще о том, что делает Россия. В очень широком контексте говорили и про певничный потек. Про очень много важных вопросов. Президент в ближайшее время встретится и с канцлером Немеччины, и с президентом Франции. Скорее всего, это будет тристоронняя встреча. Так, чтобы скоординовать усилия. Но такое забавное формулирование, что половина нормандского формата, на самом деле, там есть три. Мы с Немеччиной и Францией, и есть Россия. Так что половину я бы точно не делал бы нормандский формат. Скажем так, влиятельный. Это было забавно, то есть, Алексей. Но тем не менее, это как три на одного. Как с мушкетерами, это не работает. Понятно. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал свой приезд в Украину уже вот-вот, да? То ли конец апреля, то ли май. Можно точнее сказать по датам? И вот такой вопрос. Вам не кажется, что миссия Волкера может считаться не настолько эффективной, как хотелось бы Украине? Все-таки каких-то конкретных подвижек, ну, не удалось ему еще добиться. Слушайте, ну, по-перше, я вважаю, что Курт сделал очень классную работу. И она касается не только обговорения формата миротворческой эмиссии, а всего комплекса, то, что делается касательно и оккупированного Донбасса, и оккупированного Крыма. Я с ним говорил, он приедет следующего месяца, по датам он вызначается, оскільки він хочет скомпонувати не тільки відведення Киева, але настільки послідовна и в одночас креативна позиция. Иногда там, я говорю с ним кожен другий день, за це Курту дуже велико подяка. Еще в начале апреля Верховная Рада проголосовала за новость закона дипломатической службы, но почему-то президент его до сих пор не подписывает. В чем задержка, как вы считаете, и что изменит этот закон в нашей дипломатической службе? Насколько он вам нужен? Ну, по-перше, законы принимаются для того, щоб далі розвиватися. В данному випадку він визначає таку рамку для европейской дипломатичной службы. Фактично багато речей, які прописаны в ним, мы вже зробили. І тут дуже багато реформ. Починаючи від того, як зараз відбувається підготовка, перелаштування і перезавантаження дипломатичної академії, відкритість всередині системи. В цьому році МЗС стане першим міністерством, яке буде мати повністю електронне варядування, причому захищено, оскільки ми знаємо, скільки кібератак на нас дійснюється, створення українського інституту. Тому там дуже-дуже багато речей, які, звичайно, будуть працювати. І я впевнений, що вся ця рамка, яка я вважаю краще, ніж закон про державну службу, вона нам буде дуже допомагати. Ну, будемо сподіватися і ми на це. Дякую вам за ці відповіди. Павел Климкін, перший, кстати, міністр іностранних дел України, в історії независимої України, який участвував в самміті G7 на уровні глав МИД. Я, кстати, хотів спробувати, Христия Фриланд хорошо готує? Вона ж сама для вас завтрак приготовила. Не тільки Христия, але і дочки, і Галинка, і Наталка готували самі. І це було реально фантастично. Сніданок в справжній українській світлиці з обговоренням всього того, що нам потрібно. Я рад, що визит був не тільки результативним, але і вкусним. Спасибо, Павел. Спасибо, що приходите. Ми продовжимо теж міжнародними новостями. Нового госсекретаря США наконец-то утвердили. Бувший глава ЦРУ Майк Помпео получив необхідну підтримку в Сенаті. І хоча 70-го госсекретаря в американській історії знающі його люди описують як чоловіка весьма жісткого і своєнравного, сенатори все равно опістались, що Помпео не отважиться возражати Дональду Трампу і захищати позицію госдепартамента в тих случаях, коли она не совпадет з настроенням нынешнього президента США. А настроення у Трампа меняється доволі часто. Першою серьезною задачою для Помпео стане Северна Корея. Трамп хоче, щоб в його президентській біографії появився пункт о спасенні міра от ядерной угрозы із Пхеньяна. І для цього готов лично вести переговори з хозяином КНДР. Кстаті, ще не один действуючий американський президент не встречался с кем-либо із правящейся Северокорейської династиї. Ні конкретна дата, ні даже місто этой встречи пока не определены. НО! Майк Помпео уже побывал в Пхеньяне з подготовительним визитом. Накануне были опубликованы його фотографії з Кім Чен Ыном. Сам Трамп позитивно отзывался об итогах этих переговорів. Ну, а лідер КНДР, готовясь ко встрече з Трампом, пообещав приостановити ядерну программу і закрати главний атомний полигон. К слову, президент США в северокорейській темі очень последователен. Вот по этому вопросу точку зрения он точно не меняє. С Человеком-ракетой нужно было разобраться давным-давно. Разделаться с ним необходимо было еще Клинтону і Обамі. Я уже молчу о республіканцах. Сейчас уже другое время. С ним нужно было разобраться 8-4, да даже 15-20-25 лет назад. Это не должно было решаться сейчас. Но придется сделать мне, потому что мы должны сделать это. Мы действительно это сделаем, поскольку у нас нет выбора. Показательным жестом со стороны Ким Чен Ын настала сегодняшняя встреча с президентом Южной Кореи. Впервые хозяин КНДР лично прибыл на землю южан и провел в их обществе целый день. Миролюбованные улыбки, теплое рукопожатие, торжественный ужин и многообещающее заявление. И даже не скажешь, что эти лидеры государств готовы воевать друг с другом. Еще недавно пхеньяне грозились уничтожить Сеул. А военные из Южной Кореи транслировали на территорию Северной с помощью громкоговорителей информацию о реальном положении дел в Корее, чтобы ослабить систему пропаганды в КНДР. И этим очень раздражали пхеньян. Но вот сегодня все по-другому. Ким и Мун даже договорились подписать мирный договор. До сих пор с момента окончания Корейской войны на полуострове формально всего лишь перемирие. Нынешнее показное миролюбие плод очень жестких санкций против Северной Кореи. Трамп добился того, что были ограничения даже поставки топлива пхеньяну. И остановился почти весь экспорт из этой страны. Как удалось практически задушить санкциями Ким Чен Ына, расскажут мои коллеги. Октябрь 2006-го. Тысячи северокорейцев на главной площади Пхеньяна. Они празднуют удачные подземные испытания ядерной боеголовки. Но мир этой милитарь радости не разделил. Реакция была быстрой. ООН запретила странам-членам ввозить в КНДР военную технику, а ЕС еще и топливо, драгоценные металлы и камни. Но северокорейских лидеров это не остановило. В 2017-м Пхеньян проявлял особую активность. Баллистические ракеты, водородные бомбы тестировали одну за другой. И все это совпало с началом президентского срока Дональда Трампа. Тот жестко пугал КНДР то новыми санкциями, то военными учениями возле корейского полуострова. Ким Чен Ын в ответ грозил атаками на американские цели. И даже подумывал запустить ракету на техокеанскую базу США Гуам. За перепалками лидеров следил весь мир. А СМИ даже о возможной ядерной войне писали. Северной Корее лучше больше не угрожать США, иначе они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел раньше. Окончательно Ким Чен Ын пересек черту в августе. Очередной запущенный снаряд пролетел над Японией. Северная Корея проигнорировала предупреждения мирового сообщества не в первый раз и провела ядерные испытания. Это неприемлемо. И расплата наступила незамедлительно. Сейчас гражданам КНДР воспрещен въезд в США и Японию. Токио закрыл для северокорейских судов свои порты. В санкционных списках ООН и ЕС. Десятки лиц и организаций, связанных с финансированием или разработкой ядерных программ. Страны остановили экспорт нефти и инвестиций в Северную Корею. У Пхеньяна перестали покупать медь, никель, цинк. Ограничили поставки угля. Экономические санкции ввел даже Китай. Мы верны дипломатии. Мы и дальше будем продолжать давление на КНДР. Давление не только союзников, а и других стран. Включая Китай, Россию, других членов Совбеза ООН, которые не раз голосовали за санкции против Северной Кореи. Из-за ее бесчестного поведения, незаконных испытаний ракет и другого оружия. Если Северная Корея продолжит свои провокации, мы рассмотрим разные варианты поведения касательно этой страны. Мы думаем о собственных санкциях для Севера. Как сейчас живет изолированное государство, известно только из данных разведки. В прошлом году спецслужбы Южной Кореи выяснили, в КНДР запретили развлекаться и ввели сухой закон. Все из-за ужесточения международных санкций. А партийные СМИ ежедневно пишут об экономических трудностях. По некоторым сообщениям, в КНДР ухудшилась гуманитарная ситуация. Есть проблемы с доставкой лекарств и еды. Северокорейцы приходят, чтобы добывать золото каждый день. Они пересекают границу по мелководью, берут песок, строят дамбу внизу реки. Там много золота. Иногда не просят еду у рыбаков. В то же время в ООН выяснили, КНДР торгует в обход санкций. Страна уже заработала 200 миллионов долларов на запрещенных товарах. Северокорейцы подделывают документы и продают уголь под видом китайского или российского. ООН обвинила Пхеньян и в незаконных поставках нефти с помощью иностранных сообщников и офшорных компаний. Но хитростью обойти все санкции невозможно. И Пхеньян все же стал сговорчивее. Чего только стоило участие страны в зимней Олимпиаде в Пхенчхане еще и под одним флагом с Южной Кореей. Впервые со времен Корейской войны член правящей семьи КНДР пересек границу с ближайшей страной-соседкой. На состязание приехала сестра северокорейского лидера Ким Йо Чжон. Дальше была официальная встреча Ким Чин Ына с президентом Китая в Пекине. Потом тайный визит главы американского ЦРУ Майка Помпеа в Пхеньян. Уже и Дональд Трамп готов встретиться с третьим Кимом и помочь Северной Корее встать на светлый путь. Переговоры планируют в ближайшие недели. А прямо сегодня произошла по-настоящему историческая встреча. Это только начало верхушка айсберга, но я надеюсь, что наша первая встреча и наши дискуссии оправдают ожидания людей. У нас уже было много хороших дискуссий. Я думаю, они будут отличным подарком для граждан как Северной, так и Южной Кореи и для людей всего мира. Накануне Ким Чин Ын заявил, что закрывает полигон на севере страны и прекращает испытания. Хотя, по версии СМИ, делает он это не из благородных побуждений. Просто над ядерным полигоном Пунгери обвалилась гора и тестировать там оружие невозможно. Дайгру с санкцией уж слишком давит на Пхеньян. Виталий Акушмирук, Подробности недели, телеканал Интер. И это все на сегодня. Мне остается лишь добавить, что команда Подробности недели уходит на майские каникулы, поэтому следующий выпуск нашей программы ждите в эфире 18 мая. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин